Здравствуйте, друзья! Покажу, как я варю абрикосовое пюре. Это свои абрикосы. На даче набрали. Почистила абрикосы от косточек. Соответственно, помыла, почистила от косточек. Потом эти все половинки засыпала сахаром. Один к одному. Один килограмм абрикоса, один килограмм сахара. Но, конечно же, все зависит от того, какой будет абрикос. Какой будет абрикос? Кислый, больше сахара, сладкий, можно меньше положить. Засыпала сахаром. Буквально простояли, может, минут 5. Тут же они пускают сок. Прокипятила минут 10 от силы 15. Вот такая получилась размазня с этих абрикос. Потому что я даже не пыталась варить дольками. Нет, нет. Мне нужна была именно такая каша на большом, на таком среднем огне. Дольки там совершенно другой рецепт. Там нужно их заливать, настаивать, сиропом заливать. Ну, все. Мы делаем пюре. И сейчас мне нужно блендером погружным перебить, то есть измельчить. Сама абрикосовая масса должна быть холодной уже. Теперь берем погружной блендер. Включаем и перебиваем. Смотрите, какая хорошая масса получилась. Теперь на плиту где-то нужно проварить. Провариваем минут 5 или 10 минут. Не больше 10 минут. Включили огонь ниже среднего. Нам не нужно, чтобы пригорел. Пригорело наше пюре. Нельзя. Поэтому на маленьком огне, помешивая, доводим до кипения. И кипятим минут 5 или 10. Если вам кисло, один на один, добавьте сахар. Я, может, забыла сказать. Смотрите, какая масса получается однородная. Однородная получается масса. Я шкурки не чистила. То есть и через друшлаг ничего не перетираю. За счет того, что погружной блендер он хорошо перебивает. Баночки приготовили, помыли и простерилизовали. Крышечки тоже. Все, мои хорошие, смотрите. Повидло мы сварили. Это не повидло, это пюре. Повидло будет густое. Повидло нужно уваливать. Это получилось у нас абрикосовое пюре. Выключаем. Выключили. Поставила баночку на тарелку, либо на салфетку. Но мне удобно на тарелку. И берем. И наливаем. Все. Теперь можем протереть здесь, где накапало. Берем крышку. И закручиваем. Крышечка обязательно должна надуться. Это значит, получается, если оно надувается, значит, все хорошо. Горячий воздух поднимается и не выходит из-под крышки. Следующее. То же самое. Наливаем. Получилось 7 баночек. И я вам покажу, что оно даже не пригорает. Обратите внимание. Видите, как пюрешка. Варим. Не пригорает. Все нормально варится. Покажу вам. Вот остылое повидло. Остатки. Видите, какое. Не густое. Потому что мы его не уваривали. И не нужно вам ни через сито, ни через душлаг перецеживать. Потому что хорошая масса получается. И шкурки все перебивает. Погружной блендер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова